МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас с Тиграном Мартиросяном в прямом эфире нашего телеканала. Мой гость сегодня Сергей Лещенко. Добрый вечер, Сергей. Приветствую, Сергей. Добрый вечер. Добрый вечер. Витаю с наступающим Днем Независимости. Дякую вам так само и с Днем Прапора, и с Днем Независимости. И с Днем Прапора, да, так вот. Ви планируете, Сергей, принимать участие в шествии, которое состоится послезавтра на Крещатике? Еще не решил. Еще не решил, потому что, до речи, я знаю, что новых депутатов уже запросили на этот захід, а чи запросили попередних, еще требуется заискивать в почтовой скринке. Но вы разве только в випостасе депутата можете принимать участие? Можете же как простой смертный гражданин? Ну, я бы сказал просто, до речи, до речи, что спочатку не планували, а потом вы решили, что все-таки новообранные депутаты, для них будет выделено место под час урочистого захода. Как вам идея? Вот вы поддерживаете идею президента, все-таки не совсем в форме военного парада проводить мероприятие? Это будет что-то среднее? Нам треба подавиться кинцевый результат. Пока мы не побачим, мы не можем сказать, доброе вышло или плохое. В целом, я не против импровизации, потому что, ну, насправді, немає нигде стандартів, установленных форм, все в свете меняется, и тому, если это выйдет вдало, то почему нет? За этими скандалами, которые в отдельных медиа имеют место быть, потому что много звезд подключили за очень большие гонорары, якобы, к подготовке этого мероприятия артистов с большой буквы и прочее. Я, до речи, не думаю, что за гонорары. Для багатьох это может быть честь выступить на национальном святе в якости хедлайнеров, скажем так. Тому не факт, что за гроши. Я тоже думаю, что скорее... Для багатьох это просто строчка, знаете, в биографии чи в резюме. Так само, как на Олимпийских играх тоже грают в зерки. Я не думаю, что ци гонорары захмарны. Навпаки, дехто готов и безкоштовно все зробить. Ну, вы знаете, критики много намеренно. Ну, я думаю, что все это так или иначе связано с политическими оппонентами действующего президента и его команды. В том числе они планируют и свои какие-то альтернативные мероприятия проводить. Где-то параллельно інший худа матом и миссии, я хожу на помыляюся. Это намагание зацементовать певную политическую нишу за чинным донедавна президентом Порошенко. Потому что, понятно, что вся политика, она же сегментуется. Не может быть политик популярным скрізь. Даже у чинного президента, попри его высокие рейтинги, он не скрізь и популярный. И так же попередний Порошенко, он намагается цементовать певную электоральную нишу за собой. И в данном случае его главный конкурент тут партія «Голос». Поэтому он фактически сейчас смагается с голосом, кто будет больше патріотом, кто будет больше яскраво выражать этот электоральный, скажем так, спектр, сегмент в этом парламенте, в следующем и так далее. Потому что любой политик, он должен ориентироваться на певную социальную группу. Вот в данном случае Порошенко, он хочет эту хвилю, которая началась в нём из президентских выборов, поддерживать, зацементовать за собой и всех отштовхивать, чтобы никто туда не засихал. И поэтому, кстати, он занимается этими альтернативными святкуваниями. Ну, каждый имеет право. Демократия предпочитает, что каждый хочет это и делать. И если это в рамках закону, он может это сделать, нет проблем. Да, но я хотел сказать, что, на мой взгляд, это одна из, кстати, была наверняка ключевых проблем президента Порошенко, и, возможно, причина его поражения, что он ориентировался, как вы сказали, на один, возможно, где-то узкий сегмент избирателей или граждан, или социальных групп, вот такой патриотический, милитаризированный электоральный блок, да, который стал его ядром электоральным, и этого электорального ядра не хватило для того, чтобы... далеко не хватило для того, чтобы победить на президентских выборах. Ну, тут у него была такая стратегия. Он хотел найти себе новую стартовую точку. На выборах 2014-го в Порошенко с этой стартовой точкой была такая активная молодь, социально активные люди, предприниматели, малий-середний бизнес. Десь середний класс, да. Вин навколо них нарощивав-нарощивав и вышел на 55% в первом туре. Зрозуміло, что это ядро от него отмолвалось, потому что он не выправдал очевидение этого электорального, скажем, прошарка. И в 2019-м году он начал мандрувать или дрейфовать в инше ядро. Это такое патріотическое ядро. И, конечно, люди мотивированы добрыми намерами, патріотическими. А сам Петр Олексійович, он зловживав цей доверой, потому что он же, на самом деле, он не грав цю роль, он не является человеком щиро от сердца. Он просто решил использоваться цими настроями в суспільстве и презентовать себя как главного патріота, не будучи ним по суті. И вот эта фальшка, она чувствовалася, тому, по-перше, не все поверили, а, по-друге, он не смог нарастить вокруг этого достаточно массы, чтобы выйти на достойный результат. Поэтому он грав выбор. Но это все похитное, похитное от первинного. Первинное – это его действия протягом 5 лет. Они не были достатными для того, чтобы перебраться. Он врагов, много ожиданий. Это не секрет, это все знают. Ну и подказано, все это было скандалами с коррупцией в оборонке и прочим-прочим. О президенте Порошенко тоже поговорим. Вы вспомнили о парламенте. Мы перед эфиром с вами говорили, вы сообщили о том, что сегодня вещи собирали из своего кабинета в Верховной Раде. С какими эмоциями? Сергей, покидайте. Все депутаты должны спаковать свои вещи и извольнитесь до конца своего года. Принайменно наш комитет отримал таке поведомление, что все депутаты должны спаковать вещи и извольнить кабинеты до конца своего года. Потому что потом выходные, и мы уже в притул попадаем до нового заседания. С каким настроением покидали кабинет, собирали вещи? Я не могу сказать, что это какая-то эмоция. С одного боку, это полегшение. С другой боку, это какая-то сумма, потому что есть ностальгия за прожитым временем. С третьего боку, мне это немного проще. Я вам скажу почему. Потому что у меня ситуация уникальна в певном смысле. Потому что я из парламенту иду, а моя помещница заходит. Ага. Тобто депутатом этого скликания, которое начало действовать с 29 серпня, стала Марина Бардина, которая моя помещница в парламенте, которая работала со мной все эти три года, как штатный помещник, которая постоянно работала именно в парламенте со мной. В составе какой фракции? Нет, она помещник штатный, за мной закрепленный. Нет, а депутатом стала ли? А, вона обрана за списком партии «Слуга народа». От «Слуги народа». Так, и вона обрана за списком, и тому мне в певном смысле есть легкость, потому что я передаю, скажем, эстафету своей молодшей коммерции. Но мне как-то Алексей Мушак сказал, что… До речи, его помещник тоже ставит. Да, да, вот еврооптимисты не прошли. Прошло больше помощников еврооптимистов, чем еврооптимисты в следующий раз. Но его помещник был поза штатом. А моя помещница, Марина, она была самая штатная. Тобто вона знает в парламенте, скажем, очень много того, что знают новообранные депутаты, которые никогда не занимались политической деятельностью. Вона знает, грубо говоря, где сектор регистрации, какой порядок регистрации законопроектов, заплаты, звернения, брифинги, в какой способ выступить в пятницу и так далее. В этом смысле она уже подготовлена. В этом смысле опытная, да. А вот у вас прошу, Сергей. Тому я много вещей, которые я мог бы собрать с собой, и она заберет с собой. А почему, на ваш взгляд, еврооптимисты многие не прошли в девятый созыв, а помощники прошли? Что послужило причиной? Ну, все меняется, нема стабильной ситуации. Просто я, знаете, до чего пытаюсь. Это ж молодые политики. Вы были молодая генерация. Практически все были впервые в парламенте. Вас называли и называют, кто-то наверняка еще до сих пор, свежей кровью в украинском парламентаризме. Да, она и свежая. Не такая же она и свежая. Трошки уже не свежая. Как показали выборы, да. Но все же. Нет. У нас уникальні выборы были. Тут надо, знаете, анализировать, но быть щирым с точки зрения того, что, например, в Киеве. Я болотировался в Киеве, в Киеве в жодном округе не перемег и не был другой кандидат, кроме «Слуги народу». И я, например, мне прикро, что я програв. А с другой стороны, я уявляю, как прикро тем, кто обирался в Киеве несколько разов. Например, Андрейевский или Третьяков, которые не просто проводили приемы, которые великие деньги инвестировали в свои округи. И особистые, и бюджетные. И строили вертикаль в этих округах. И они тоже програли, причем людям, которых никто не знал до выборчого процесса. Деякие кандидаты, взагалі, не вели кампании. Но належность до бренда «Слуга народу» сразу и сделали депутатами. И поэтому им еще гирше, чем мне. И поэтому это меня, скажемо, певным чином, утверзляет и говорит, что такий час. Это момент, который бывает, напевно, в истории разных стран. Когда Макрон перемег у Франции, теж много молодей зайшло в парламент. Я знаю депутата французского парламенту. Дельфин О, ее звати. О, это прозвище. Вона корейского походжения. Вона тоже до выборов Макрона взагалі занималась маленьким интернет-консалтингом. А потом включилась в выборы, обралась по Парижскому округу, а сейчас депутат национальных зборей. Чи будет она еще раз, никто не знает. Потому что был такой цунами, смерч політичный, ураган. И сейчас так же в Украине. Это прошло, это этап, он имеет свои позитивные риски. Потому что он одномоментно сильно оновил политику. И, конечно, кто не выправдает очистки, кто, наоборот, будет гораздо лучше результаты, чем ожидает. Такие тоже... Ну посмотрим, тут тоже историю покажут. Да. Про того самого Зелезького. Березня казалось, он вообще неадекватный, комик, клоун, он не справится, он ничего не делает. Наркоман. Сейчас я смотрю, где Ветрович его похвалит, в чем-то, он говорит, что он правильно сделал, где-то там палитом похвалит его, прихильники Порошенко. Я еще сказал, он вас удивляет позитивно. Потому что ожидания будут снижены, а он не такой, как он думает. И так будет дальше и дальше. Когда говорят, что сейчас все обрушится, их рейтинг впадет в прерву, они там будут, за год в них політичное банкротство, я говорю, нет. Воно, конечно, будет снижаться, неможливо тримать рейтинг, но оно не будет миттєво, может, за несколько лет, поступово. Но только в силу того, что рейтинг тримать в одному стану неможливо никому. Но такой катастрофы, что в них все развалится, я думаю, что не будет. А впаки, они снова приятно здивуют. И когда говорят, что мама хохотала, стала депутатом, свадебный фотограф стал, а потом, когда они начнут раскрываться, юзик, начнут люди раскрываться, и в них будут нормальные людские якости. Вони покажут себя с лучшего боку, и люди тоже, как сейчас про Зеленского, ветрович, кто-то так будет говорить и про них. О, ну мы думали, а они тут что-то такие, лучше, чем мы думали. Такое будет дальше триваться. Поэтому у нас такой исторический момент, до которого я мав причетность на початку. Мне это приятно. Вы помните, когда были выборы президента? Но если бы не правило партии «Слуга народа», что мы действующих депутатов не берем в список, может быть, вы тоже, Сергей, были в рядах зеленых. Это же интересное питание. Знаете, было решение не брать, и потом я потрапил, или было решение меня не брать, и под это придумать правила. Потому что я до конца этого не понимаю, а могу сказать одно точно, что это решение позитивно зиграно. А кто мог сказать, не берите Лещенко, не в первом случае? Были в команде Зеленского такие люди? История с Джулиани, все эти хвости, которые тянутся из Трампа, Манафорта, оцей Джулиани, оцей хвост, он так бы назад, скажем, провернулся, и могла быть логика така, что как нам не брать Лещенко, а давайте придумаем правило не брать депутатов. И тогда оно будет универсальное для всех. Плюс, это хорошая нагода отказать людям, которые, скажем, сподевались на поддержку из числа чинного скликания, какие там близкие, до Коломойского были, ну там дюпровские депутаты. Насчет Джулиани читали эту статью в Нью-Йорк Таймс? Мы можем проговорить. Да, о том, что встречался Джулиани с людьми Зеленского. Давайте закинчимось с этим. Або была другая логика, наоборот. Давайте придумаем какую-то фишку, которая будет незвичной. О, не беремо никаких депутатов, которые вообще когда-то были, чтобы люди это приняли как дополнительный аргумент. И тогда Лещенко тоже не беремо. И все. И какая была первая логика, которая была вторая, я не знаю. Но результат очевиден, что в списке не было депутатов, жодного. Да. И в округах, до речи, это имело место было. Хотя интересно, что в некоторых округах было отверто, ну мы же честны интервью, в некоторых округах отверто подигравали чинным депутатам. И некоторые кандидаты взагалі не вели кампанию, но, например, как сталося в округе Богослава, выиграл такой кандидат. То есть он технично был кандидатом Богослава. Почему я так говорю? Потому что в суседнем округе человек от Богослава шла из «Слуги народа». Это было несколько округов, которые под Богославом заточены. И выходит так, что… Но Богослав програв виселому фотографу, хотя добавлялся про то, что это будет его технический кандидат. Люди, скажем, распорядились иначе, чем думали даже те, кто добавлялся про такой вот политический бартер, политические послуги. Да, так случилось, и было несколько таких ярких в этом смысле округов, где победили… А где-то, например, в Львовской области округ Батенко депутата от Укропа, близкого к Коломойску, там был чисто технический кандидат, и он занял третий, четвертый, пятый, ну, округ типа отдали человеку Коломойску, от «Слуги народу» поставили просто человеку, которая не ведет компанию. Такая, скажем, политическая кухня, она не всегда приятная, потому что от нее третий шлиф. Прежде чем перейдем к Джулиане, насчет мажоритарки еще спрошу, я где-то прочел, ваш коллега Мустафан Аем говорил о том, что, отвечая на вопрос, почему он не пошел на выборы, он сказал, что он посчитал, и поход на мажоритарку для народного депутата, ну, для кого угодно, для кандидатов в депутаты, это плюс-минус 200-300 тысяч долларов, минимум, по его оценкам, это такие деньги. Вы сколько потратили? У меня подано официальный звук до Центральной выборочной комиссии. Эти деньги открыты, все могут увидеть, но чтобы не вытачать час, это 800 тысяч гривен. И надо сказать, что эти тарифы, они, скажем, были актуальными, возможно, там, в предыдущих выборах, еще раньше. Сейчас стало дешевше с многих причин, тоже, ну, отверто скажем, чему? Литняя кампанія, не треба витрачати час на зали, там, обігріви, и так далее. Не треба витрачати багато грошей, бо коротше кампанія, вона месяц лише триває. Якщо месяц кампанія, то ти витрачаєш рівно в два рази менше, якщо вона в два місяці, а якщо три, в три рази менше. Ну, тобто, місячна кампанія, вона займає набагато менше по видатам своїм. Я думаю, що зараз, взагалі, багато технологій не працювали. Тобто, там, гречка не спрацювала на виборах, фактично. За виключенням кількохопорів. А Мустафа переоцінює, значить, да? Ну, він просто казав це, скажемо, уходячи з попереднього досвіду, а після того, як я прийшов... Якщо не помиляюся, я можу помиляюся. Він сказав перед... Я вам скажу чесно, навіть якби мені сказали, що одна тобі 200 тисяч доларів проведи вибори, я б не знав, ні куди їх витратити. Їх просто фізично не було, коли витрачати. Так. Звичайно, ми бачилися позавчора. Ага. Просто так вийшло, що ви так тяготели слугів народу, Мустафа, я так розумію, голосу, да? Комикарчуку, скорее. Був певний момент, коли були, скажемо, бурхливі. Фактично, на нас вже відбулася революція таке слово електоральне. Електоральна революція. Вона проявилася в тому, що люди виходили не на Майдани протестувати, вимагати, битися, а просто через виборчу дільницю відбулася тотальна зачистка. Мені здається, навіть більше, ніж після 2014 року. Тобто за наслідками для політичного процесу оці події, які зараз відбулися, вони навіть, мені здається, матимуть більше наслідки, ніж революція 2014 року. Ну, в принципі, в частині оновлення. Главное, що положительні послідки. Оновлення політики, приходу нових людей, можливих наслідків в частині зміни правил. Тобто за нові закони, нові стандарти, не красти, покарання корупціонерам, підтримка меншого бізнесу, середнього бізнесу, а не олігархічного. Тому що ця нова ситуація, вона є, мені здається, мирний такий електоральний майдан. І тому, от коли це все відбувалося, фактично, з 1 січня, тому що старт кампанії дало новорічне звернення Зеленського. І до 21 липня, це було пів року такого електорального майдану. І тому в цей час люди, звичайно, переживали різні емоції. Хтось на щось сподівався одне, не виходило. Могли якісь там, ну, відбуватися терття. Але зараз вибори закінчилися. Мені здається, що все заспокоїться, нормалізується. І я думаю, що, коли кажуть, цей парламент розпустять через рік, я не думаю. Я теж, кстати, не вірю. Я не думаю. Многі так кажуть, але у мене сомнення на цей счет є. Насчет Джулиани давайте кратко, і перейдемо до роботи парламенту. Статья в Нью-Йорк Таймс о том, що люди Зеленського зустрічались з адвокатом Трампа Джулиани, і обсуждали два питання. Перший – компромат на Байдена. Вторий питання який? Розслідування того, як в Україні оприлюднили Манафорта в чорній бухгалтері. Це така вже історія. Тут така анекдота, що борода така довга, що вже навіть не знаю, скільки переказувати можна. Але мені здається, що Джулиан, він просто зараз робить те, в чому Трампа звинувачували на попередніх виборах. Тобто зовнішнє втручання в вибори в Америці шляхом втягування українців у всі ці розборки. Тобто… Ну, чи наоборот? Ні, ну чого. Дивіться, на попередніх виборах Трампа звинуватили в тому, що втручання росіян допомогло йому обратися. Потім було розслідування Мюллера, яке закінчилося цього року, який сказав, що… З простуванням цих звинувачів? Ні, сказав доказів, що сам Трамп про щось домовлявся з росіянами, щоб вони втручалися, не знайдено. Але його люди, звичайно, вони, це доведено, втручалися, зустрічалися, допомагали росіяни скрити електронну пошту Хіллари Клінтон, педести. Тобто росіяни грали дуже важливу роль на попередніх виборах в Америці. Але провину самого Трампа доведено не було, розслідування закінчилося. Походу знайшли безліч інших порушень, засудили там кілька десятків людей, які або визнали провину, або сіли в тюрму за рішенням суду присяжних. Тобто ніхто не виправданий. Але стосовно самого Трампа, що він зовнішнє втручання якесь робив, не було. Але на цих виборах, мені здається, що все до цього йде, що все-таки це втручання, з його боку, воно відбудеться. Тому що те, що це розігрується, воно виглядає, правда, як намагання зробити з українського боку втручання в американські вибори. Тобто Джуліані каже, щоб українці підігравали Трампу, розслідували діяння його конкурента на території України. Ну, скажімо так, це порушення суверенітету, це дії, які приватна особа Джуліані робить, знаєте, з дуже сильним таким підтекстом, таким подвійним дном. Тому що з одного боку, Джуліані скаже, так я ж приватна особа, я ж взагалі ніде я не працюю ні в уряді, я такий, як би, просто фізична особа громадянин Америки. Але з іншого боку, в нього є дуже стійкий неформальний зв'язок з Трампом. Тому він діє це... Ви в цій історії заінтересовані лицом Сергея. Не в власних інтересах, а в інтересах свого. Чому? Я дуже не заангажував. Ну как же? Тому що з попередньої нашої зустрічі, наприклад, було рішення суду, яке відбулося в липні цього року. Ми ж з вами бачилися останній раз, це був право. Да, ми тоді з вами минут сорок об цьому проговорили. Дуже, до речі, був успішний ефір, у мене на Ютюбі його багато переглядів. Да, і у нас теж дуже добре посмотрили. І що я вам скажу, що після того, як ми зустрілися, це був травень, зараз в липні було рішення суду, апеляційний суд, Київський окружний апеляційний адміністративний суд, скасував це рішення. Жодних фактів втручання в американські вибори не встановлено. Більше того, рішення скасовано. І воно визнано такі, які не пропозиції. Посмотрим, які рішення суду будуть зараз до виборів США. Може би і знову. Так, а про що? Немає, насправді, факту втручання. Ну, яке втручання? Ну, слушайте, і бухгалтерія, і справа Сина Байдена. А що бухгалтерія? Сина Байдена, я просто не знаю, у мене немає інформації. А що з бухгалтерією? Тут взагалі немає до чого прикарастись. Тому що Манафорт, який фігурував в бухгалтерії, він сів в Америці на 7,5 років в тюрму за те, що не платив податки. А гроші, які він отримав, вони зафіксовані в цій бухгалтерії. Тобто це ж навпаки. Ми допомогли американцям викрити їхнього злочинця. Все, що ми можемо в цій ситуації отримати, це подяку від американських правоохоронців, що вони покарали свого корупціонера і заберуть його гроші ще й в бюджет. Тому що конфіскують майно в нього і так далі. Я об'явлення зробив. Номер телефона на екрані 0800 20 56 55. Звоніть, уважаємі телезрителі. Ми будемо з Сергієм реагувати на ваші коментарії і питання. Поки ви набираєте, ми поговоримо кратко з Сергієем Лещенко о перспективах роботи нового парламента. Зараз багато спорів насчет комітетів. Сьогодні було чередне засідання. Слуга народу 21 комітет. Тобто буде управляти 21 комітетом. 21 комітетом. І 2 комітета буде віддати оппозиції. Щас серйозний скандал, що там, вроде бы, у цих 2 комітетів, які будуть віддати оппозиції, забирають всі полномочия, вони будуть фактически... Ну, не будуть имати никакого реального влияния на процеси і на профільні процеси, які їм подотчетні. Що скажете об цьому? Правильно ли так, Сергей, делать, що... Практично все буде у слуги народу? Смотрите, во-первых, що будуть комітеті робити, це решить сам парламент. Тому що, коли голосується постановлення всіх депутатів, одним постановленням розпределяють по комітетам. І другим голосованням, може, зразу одним, але все рано це голосується. Услуги народу 226. Предмети ведання комітетів розпределяється голосованням. Я сам проєкт постановлений не видел, які полномочия будуть, наприклад, у комітеті свобода слова. Ну, я не думаю... Знаєте, в любом случае, комітет – це боєва единиця. Навіть якщо у нього все полномочия забрать по этому распределению, це не повлияється. Все рано це політичний орган, парламент. Все рано комітет свобода слова буде займатися тем, що пресекати попытки давити на журналистів, делать так, щоб в Україні була демократія. Це прямая обязанність такого комітета. Нападання на журналистів должно бути на цьому комітеті. Попытки влиять на свобода слова на цьому комітеті. В любом случае, це прямое задання цього комітету. Я не думаю, що комітет лишат каких-то полномочий, які ключеві. Возможно, його лишат полномочий, які касаються законодавства в сфере телевидення. Телевидення, інтернет. А це ключеві отчасти вопросы. В любом случае, комітет свобода слова. Даже якщо за полномочиями буде розпределено у нього все, що потрібно, все одно потом спикер расписує на який комітет идет закон. І якщо, наприклад, у цього комітета свобода слова во главі з оппозициєю буде полномочия, які лишні, так, условно скажемо, то спикер буде расписувати на який комітет. І все. Це, мені кажуть, це так, це мелкі такі вопроси, які не до конца, на сьогодні, понятні і в'являють. Тобто, не мелкі вопроси. Ви зареєстрировали закон, він йде на комітетське рассмотрення, в першу чергу. Комітет його приймає, потім йде в сесійний зал. А який комітет буде профільний, це решає спикер. І якщо, наприклад, ви считаєте, що там комітет свобода слова обделили, йому це все оставили, а там буде, наприклад, Медведчук, глава комітета, то спикер просто не буде расписувати на этот комітет ничего. Все буде йти на другой комітет, і Медведчуку з його полномочиями все одно нічого не останеться. Тому, ну, це така, скажемо, кухня, я повторюсь, она не всегда понятна. Але все построено на, ну скажем так, на определенной договоренності, на каких-то понятиях. Насчет понятий і традиції, якщо хочете, по-разному трактується. Тобто, якщо називається свобода слова, нападення на журналиста все одно там буде. Попытки, цензура все одно буде там. Если это не пропишут, там депутаты комітета будут собираться это решать. Мы хотим верить и рассчитывать, что попыток нападения на свободу слова не будет. Если во главе комитета будет нормальный человек. Я кратко вас прошу, только кратко ответить. Как вы оцениваете работу профильного комитета по вопросам свободы слова действующего СЗБ парламента? Вот просто буквально плюс или минус? Положительный или отрицательный? Работал ли он вообще? Я просто не следил так активно. Я же не работал в комитете. Да ладно. Депутат Лещенко, экс-журналист не следил за работой комитета по вопросам свободы слова. Я журналист и расследователь. Я сидел и занимался своим комитетом по борьбе с коррупцией. Ничего не можете сказать о комитете? Я приходил на несколько заседаний. Когда было по Шустреру ситуация, я приходил. Когда было нападение на Михаила Ткачая, я приходил. Я был на паре заседаний комитета. Но мне кажется, что комитет мог быть активней. Потому что, я считаю, была ошибка давать это власти. Мое мнение... Можно было быть активнее. Мягко. Я не голосовал за это, например. Я за это решение, чтобы представитель коалиции Виктория Сюмар была главой комитета по свободе слова. Поэтому меня удивляет, что вы толерантность и дипломатичность проявляете. Вы же хотите, чтобы я надал предметную оценку. Объективную. А я просто был на паре заседаний. Моя оценка, что можно было активнее защищать, скажем так, многие процессы, которые зарождались при Порошенко. В каких-то вопросах нужно было принципиально быть. Например, вот сейчас ситуация по каналу Прямой. Если бы Сюмар заинтересовалась вообще, как канал Януковича Прямой стал каналом Порошенко, то сейчас бы не было бы всей этой катавасии, Порошенко, допросы и так дальше. А поскольку комитет этим вопросом не занимался, то это вот сейчас вылилось в такие предприятия. Возможно, на уровне комитета тогда нужно было просто это пресечь, сказать, ну нельзя разрешать президенту забирать канал у Януковича не из-за того, чтобы его конфисковать в пользу государства или конфисковать его и дать в управление АРМА, агентство по управлению активом. А это закрыли на это глаза. По 112-му другая ситуация. Например, у них закончилась лицензия, а Порошенко с Медведчуком договорились, и им эти лицензии, по сути, негласно продлевали, так скажем, по факту продлевали. И пошли на манипуляции, вопреки всем нарушениям, которые были у 112-го. А если бы комитет был принципиальный, он бы сказал, мы не хотим играть в поддавки между Порошенко и Медведчуком, они там договариваются, а по сути закладывают бомбу замедленного действия. И мы считаем, что этот канал с нарушениями работал, ему с нарушениями давали лицензии, мы требуем, чтобы ему не продлевали. В итоге это все затянуло, сейчас это опять начнется раскручивать Медведчук, получит в руки козырь, будет говорить наступление на свободу слова. А на самом деле у него канал работает с множеством нарушений требований, которые закон предписывает к его каналу. Вот и все. Принято. Еще два вопроса, которые касаются так или иначе СМИ, медиа, журналистов и свободы слова. Андрей Богдан сегодня подал в суд на журналистов Радио Свобода относительно расследований, в которых он фигурировал, которые были опубликованы. И тут еще два скандала. История с депутатом Бужанским и его высказыванием, и его оценкой высказыванием журналистки Нового Времени. И плюс какой-то еще вопрос я для себя отложил. В памяти, ну давайте две эти истории. Давайте две эти истории. Как вы на них смотрите, Сергей? Как оцениваете вот эти вопросы, которые уже актуализировались в отношении государства, политиков, чиновников и тусовки журналистов? Это ошибка. И то, и то ошибка. Бужанский, ну мне кажется, это такая болезнь роста, когда происходит трансформация, и не все сразу чувствуют себя депутатами. Все-таки депутат в каком-то смысле, это не эталон для общества, но это представитель общества. И если мы хотим, чтобы общество культивировало какие-то позитивные качества, то нельзя, обзываться не стоит депутатом. В любом случае, да, в быту все обзываются, да, там, ругаются матом и так далее. Но это же не повод, да, выходить и на трибуну это делать. А кто на трибуне? Он же в Фейсбуке написал, да, или в Телеграме? В Фейсбуке это определенная трибуна тоже, да. Поэтому депутат, у него нету, там, с девяти до шести депутата, после шести вечера я простой человек. Ну, нету. Поэтому, ну, он же тоже, кстати, он же не депутат. Да, он же еще не депутат. Я думаю, что там, когда примут все присягу, ну, нужно понимать, что... А журналист, вот ее высказывание, как вы оцените? Ну, это оценочное суждение журналиста. Слушайте, в отношении меня было миллиард триллионов оценочных суждений. Ну, и вам это нравилось? Нравилось вам? Ну, я же не опускался там, для того, чтобы называть каким-то там... Нет, мы же должны объективно тоже посмотреть. Я просто баю, есть такая в Фейсбуке функция забанить. Банишь и все, и все твои проблемы на этом заканчиваются. Не нужно никого обзывать, просто ограждай там, себя от контактов, которые тебя, например, раздражают. Да, это... Для этого и придуман Фейсбук, чтобы таким образом коммуницировать. Нет, журналист имеет право на оценочное суждение. Это право закреплено в украинском законе. Более того, за оценочное суждение по поправкам, принятым во времена еще Леонида Кучмы, отсутствует ответственность в судах. Это другой вопрос, Сергей. Поэтому журналист имеет право на оценочное суждение. Оценочное суждение. Я же не могу сейчас говорить Сергея Лещенко негодяй. Говорите. Согласны ли вы с этим везде? Говорите. Это будет правильно? Это не будет нарушением, как минимум, журналистской этики? Вы будете мне только рекламу делать. Я вам скажу спасибо. Во-первых, я таковым вас никогда не считал. Ну ничего, я не против. Это реклама. Не стану так говорить. Но это другой вопрос. Хорошо. Вашу позицию мы услышали. Да, я считаю, что... Андрей Богдан, и история с ним связана. То есть, во-первых, его заявление тоже часть среды журналистской раскритиковала, мол, как это вы хотите обойтись без нас и будете прямую коммуникацию иметь с обществом через другие механизмы, да, может быть, интернет, социальные сети. И сейчас все это вылилось в иск в суд, в том числе... Не, ну там же разные истории. Да, две истории, но это и отношения, я имею в виду, главы офиса президента с частью журналистской среды. Я считаю, что ошибка подавать суд на журналистов. Потому что, даже если Богдан выиграет этот суд, никто не поверит, что он выиграл его честно. Ну, скажем так, многие не поверят, что он выиграл его честно. Не поверят. Потому что, а, он глава офиса президента, он сам юрист, он знает всех судей, и он выиграл суд у журналистов. Ситуация будет выглядеть неоднозначной. Даже если это будет честное решение... Так же неоднозначно, кстати, со стороны выглядит, когда несколько изданий, аффилированных конкретными финансово-промышленными группами, и заокеанскими, в том числе, так очень, ну, где-то возможно, чрезмерно концентрируется на фигуре Андрея Богдана, на его персоне. Ну, слушайте, это должность такая. Это влияние такое. Там много должностей. Нет. Ты платишь цены за свою посаду, за свою... Про президента Зеленского Радио Свобода, Бегус Инфо, и другие не сделали столько расследований, сколько про Богдана. Ну, это же так. Нет, не так. Много делали расследований про Зеленского Радио Свобода. Но больше про Богдана. Ну, смотрите, Зеленский это же тоже, есть коллективный Зеленский. Андрей Богдан это часть коллективного Зеленского. И он несет это бремя, потому что это же не только, скажем так, это бремя славы, да, или это бремя должности. Если ты второй по влиянию человек в стране, значит, к тебе такое влияние, внимание, тебя будут расследовать, критиковать, под глупой тебя рассматривать. Поэтому критику нужно воспринимать как часть, ну, необратимость какую-то. Вот ты как рюкзак это одел, и ты будешь с этим идти, пока ты на этой должности. Святых людей нету тем более, и где-то каждый что-то совершает ошибки. И на каждой этой ошибке будут плясать, танцевать, и топтаться. Поэтому нужно к этому отнестись, внутренне смириться с этим. Первый пункт. Второй. Подавать суть на журналистов не стоило, мое мнение. Потому что даже если он выиграет его честно, все равно все будут считать, что этот суть был несправедливый. Третье. Это только лишний раз, мне кажется, обратиться даже в отношении Андрея Бултана, лишний раз обратить внимание к его истории, в которой мало кто разобрался, у каждого будет свое мнение, а на самом деле, так скажем, политику, негативные истории о себе лучше лишний раз не поднимать. Поэтому лучше бы вот оно ушло, так скажем уже, в архивы, а сейчас оно будет каждый раз подниматься, каждый раз это будет все обсуждаться, каждый раз это все будет в эфирах вопросы вы будете задавать. И это будет жить, и потом это будет ложиться каким-то таким тенью, на имя и так далее. Поэтому я считаю, что лучше не подавать. Потому что это достаточно... Тут очень тонкая, понимаете, с одной стороны да, с другой стороны Сергея закрывать глаза на информационные компании, которые против тебя ведутся. Наверняка тоже не совсем правильно. Я за своих пять лет не подал ни на кого из журналистов в суд, ни разу, конечно же. Но один раз я подал суд на Мартыненко, на депутата. Мартыненко, подал суд, потому что он в эфире канала, где вы раньше работали, а может не работали, я не знаю. Какой? 112, вы не работали. Работали, да. Он сказал, говорит, что я знаю, Лещенко каждый месяц получает 67 тысяч долларов, выполняет заказы моему очернению и так дальше. Я же находился в возбужденном состоянии, думаю, ну это же неправда, нужно с этим спорить. Пойду-ка я в суд. Подал суд на Мартыненко. Он не ходил, не ходил, полгода не ходил. Знаете, я трачу время, адвокаты, готовлюсь, а он не приходит. А потом он приходит в суд и приносит экспертизу СБУ. СБУ говорит, вы знаете, ну он сказал, это оттяночное осуждение и все. И я суд проиграл. Ну и дальше уже смыкаться, ну учитывая, что тогда под Порошенко были все суды, под Мартыненко я ценником были все суды, ну понятно, что перспективы у меня на победу не было. Поэтому я понял, что это безнадежная затея. Поэтому у меня сейчас другая история. Вот на прошлой неделе выиграл суд Дымчина. Дымчина подал на меня суд, бывший первый зам главы СБУ. Мы этот суд выиграли. Хорошо. И вот выиграли тот суд, который касался монофон. Несколько еще событий. А вы еще говорили по поводу Богдана и социальных журналистов. Помните? Да. Я специально вот нашел, пока мы сидели, эта книга про Трампа, которая написана Бобом Вудвардом, называется «Страх». И тут цитируют Трампа. Это то же самое. Трамп говорит, «Твиттер — это мой мегафон. Через него я могу говорить с людьми напрямую, без всяких фильтров. Могу пробиться сквозь все помехи, сквозь все эти fake news. Для меня это единственный способ общения. У меня десятки миллионов подписчиков. Это больше, чем кабельные новости на телевидении. Я выхожу и выступаю на CNN, но выступления никто не смотрит, никому оно не нужно. Я размещаю твит, и об этом сразу узнает весь мир». Это, скажем так, побочное явление современного мира. Это не только, скажем, Богдан так думает, вот Трамп точно так же мыслит. Многие политики в мире так начинают мыслить. Поэтому это… Имеют право на точку зрения. Но что делают отдельные СМИ, в том числе и с CNN с Трампом в Штатах, это тоже… Смотрите. А что делает Fox News с Трампом в другую сторону? Тоже не объективно. Да. Например, вышел Джулиани в эфир… Но это не компания информационная. Смотрите. Вышел Джулиани в эфир Fox News. Сказал про меня кучу неправды, что я осужден, что черная бухгалтерия — это фейк. Я написал журналистке, не Fox News, редактору. Это же не то, что попало в спам. Они начали с нами переписываться, да-да-да, мы обсуждаем, мы вам ответим. Он говорит, вы меня очернили у вас в эфире, дайте мне слово высказаться в ответ. Месяц мы переписывались, никто ничего мне не дал. Поэтому на Fox News такие же стандарты, только в пользу Трампа. Поэтому я лично с этим столкнулся. Дальше. По поводу этой ситуации всей, с словами Андрея Богдана. С одной стороны, вы как действующий журналист, я как журналист по образованию, по духу мышления могу обидеться, не согласиться. Но это вызов уже для самих журналистов тоже, что нужно перестраиваться, что время, когда журналист был, скажем так, информационной священной коровой, проходит, что нужно находить новые подходы, что нужно копать еще глубже, что нужно свои расследования делать так, чтобы они не тонули в общем хоре, например, других расследований. То есть это вызов для профессии тоже. Эти новые реалии для себя принять. Попытаться в них действовать так, чтобы это было... По счастью, я с вами согласен. И соответствовать всем стандартам журналистики и иногда чрезмерно не позволять себе оценочных суждений. Давайте такой вывод тоже сделаем. Уж много слишком порой оценочных суждений от отдельных журналистов. Ну, смотря о чем вы говорите, понимаете. Не будем конкретизировать. У меня были персональные тролли, там, которые меня пять лет ходили за мной, там, чуть ли не заглядывали мне, там, не знаю, в уборную, в дверь. Ну, ходили и ходили. Но я забанил, и больше это не ходят. Или ходят, но я их даже не наблюдаю. Хорошо. Поэтому лучше всего для политика с журналистами не ссориться. Если он тебе не нравится, ну, просто забудь о нем, забань, и, скажем так, облегчи себе жизнь. Депутатскую неприкосновенность нужно снимать. Да, нужно. Сегодня появились сообщения о том, что одно из первых решений в новом парламенте будет снятие депутатского иммунитета. Да, конечно. Даже изменение нескольких статей конституции. Но это же все равно затянется на время. Да. Ну, потому что это связано, сопряжено с главным законом. Поправки в конституцию – это две сессии. Поэтому на одном заседании это не удастся. Понимаете? Скорее всего, будет одно голосование, а второе будет на следующей сессии. Какие решения? Или, возможно, сделать так. Если у нас, смотрите, 27-е – это у нас же будет внеочередное заседание, урочистое. 29-е. 29-е, да. Это будет урочистое заседание. И будут принимать законы. И могут принять поправки в конституцию. Что, в рамках старой сессии? А в сентябре начнется уже следующая сессия. И на ней можно будет принимать уже окончательное решение о снятии неприкосновенности. То есть уже на этой сессии, которая будет в сентябре. Но между чтениями должно быть все-таки КС. Ну, я думаю, что так спешить не будут. Но, может быть, и так. Нет, я думаю, вы знаете, тут опять же, вы думаете, из оперы типа, да, там, Зеленский облажается. А они эти вещи сделают. Вот увидят. Делают, причем это смешно будет. У меня нет сомнений, что неприкосновенность будет снята. Более того, это даже интересно. Потому что это было одно из ключевых обещаний как президента, так и партии «Слуга народа». И мы уж из виду этого не упустим, если это обещание не будет сдержано. Но здесь есть и свои риски. Понимаете? У нас происходит определенная монополизация власть. Я поэтому вас об этом и спрашиваю. Поддерживаете ли вы всецело это решение? Потому что я как раз о рисках тоже всегда думаю. Потому что тогда… Да, поддерживаю, потому что мы за это боролись. И те даже акции, которые были при Саакашвили, на площади перед парламентом, как раз одно из требований было снятие неприкосновенности. Но при этом нужно, чтобы это, скажем, шло в пакете с другими, чтобы были честные судьи, чтобы судьи не поддавались давлению. Да, чтобы правоохранители органов не были ручными, не выполняли заказы. Чтобы высший совет правосудия работал как настоящий совет правосудия, а не по заказу. Чтобы реформирование… Вот, например, там сейчас собрали совет по реформированию судебной системы. Там посмотришь, там куча зашкваренных судей, куча зашкваренных персонажей. Для меня это, например, одна из ошибок действующего президента. Я не понимаю логики. Вот есть, например, судья Пасынюк. Судья в отставке, который был при Януковиче в КС, а до этого был высший админсуд. Ну, скажем так, если мы вспомним черную бухгалтерию партии регионов, то он там тоже упоминается. И есть, скажем, в отношении суди Зварыча, по поводу него были тоже. Когда, помните, судья, который отсидел, тоже якобы он там был связан с этим Пасыняком. И таких примеров много. Это дядя инвестбанкира Порошенко, Макара Пасыняка, который сбежал сейчас в Лондон. Это его дядя. Фамилия известная. А зачем его тогда назначают? Я не понимаю. А его назначают. Ну, например, Совет по борьбе с коррупцией при президенте. Туда назначают этого Купранца. Это зам Авакова, который тоже там замешан в разных схемах, о которых писала там очень серьезные журналистские расследования были. Зачем его в антикоррупционный совет при президенте? Его назначают. Поэтому я не скажу, что там, знаете, все идеально или гладко. Есть очень странные вещи, которые объяснить нельзя, кроме как договоренностями. Какие решения еще первостепенно, приоритетно должен принимать новый парламент? И какие будет принимать, если вам что-то известно? Насколько я понимаю, будет проголосован закон об импичменте в том видении, которое есть у партии «Слуга народа». Неприкосновенность. Вот этот вопрос, что будет делать с законом о временных следственных комиссиях. Который был прежде проголосован, где были положения. Да, тут я считаю, кстати, вот мы же должны быть объективными, да? Но президент может витировать, правильно? Мы должны быть объективными. Сроки для наложения вето давно уже прошли. В данном случае президент Зеленский нарушил закон. Он должен был его или витировать, или подписать в сроки, которые были отведены по закону. Они уже давно закончились. Но если, например, закон был проголосован без нарушения регламента, а если был проголосован с нарушениями, тогда к нему уже могут быть вопросы. Нет, тогда вето обгрунтование вето порушение регламента. Я скажу, что Порошенко в этом смысле был рекордсмен. У него суммарно законы, которые были подписаны с нарушением сроков, эти нарушения сроков тянули 3 тысячи дней. Вот суммарно. Все дни затяжек на все законы, которые он подписал с опозданием за его каденцию, это больше 3 тысяч дней было задержек. Да, ну это реально 10 лет задержек по подписанию закона во время его каденции. Но нельзя же на это ориентироваться, нужно же на хорошие примеры ориентироваться. У Ющенко было буквально 100 дней задержек. Поэтому, конечно, в данном случае он как президент должен был принять полевое решение. Наложить вето и все. И отправить в парламент обратно. А ни туда, ни сюда. А так нельзя. Все-таки это не частная лавочка. Это должность президента Украины. С чего начинать еще в парламенте? Арахам, я вы слышали, сказал, запасайтесь кофе Red Bull, будет много решений принято. Я слышал вообще версию такую, я не знаю, она дожила до сегодняшнего дня или нет, но раньше была версия, что в первый день чуть ли там не 70 законов примут, которые на стадии второго чтения остались от прошлого парламента. То есть вот это будет какой-то нон-стоп марафон такой. Вы говорите, что еще принимать? Закон, а не закон об обогащении, скорее всего, будет принят. Да, да, есть информация. В этом плане. Я думаю, что вот про евробляхи же закон будет тоже примерно 3 месяца. Обещал президент. Но тоже, это временная мера. 3 месяца это просто выиграть время. Нужно принять решение тоже какое-то принципиальное. Один раз и навсегда. Ну, конечно. И тут тоже вопрос к справедливости. Кто-то там сделал все от себя зависящее и вложился в эти 3 месяца, да? Я имею ввиду владельцы автомобилей на европейской регистрации, иностранной регистрации. А кто-то, получается, этого не сделал и сейчас получит еще 3 месяца. Ну, мне кажется, эти 3 месяца должны быть последними. То есть вот на этом уже нужно подводить черту, потому что это не может... Вопрос просто сложный, да, судя по всему? Ну, слушайте, а кто же говорил, что будет легко? Это ж все-таки не курорт, это власть, это политика, президент, депутаты, министры, глава офиса. Тут, говорится, это ж добровольно пошли, тут же никого не заставляли баллотироваться, правильно? Поэтому тяжело, но решение принимать надо. Насчет вице-спикера парламента. Кто получит должность вице-спикера? Скорее всего, главой Верховной Раты будет Дмитрий Разумков. Первый вице-спикер Руслан Стефанчук. А вот кто претендует европейской солидарности, претендует Батькивщина, да? А кто от солидарности, я даже не знаю. Я не знаю, речь идет о... Я читал про Батькивщину, я слышал, что Кондратюк вроде претендует. Да, да, госпожа Кондратюк. А солидарности, мне кажется, у них концепция другая. Герасимов, по информации одного из СМИ, и Клим Пушсенцадзе претендуют на эту должность от партии Европейская солидарность. Об этом сообщали. Ну, вице-спикер парламента, это последний, то есть он третий. Ну и в платформе Зажиття претендует тоже на эту должность. Мало на что влияет эта должность. Это такая церемониальная должность, но она... Но все же. Каких-либо... Руководство парламента остается руководством парламента. Ну да. Все-таки доступ не влияния, но доступ к процессам какой-то будет. Скажем так, в прошлом созыве простой вице-спикер, он в основном занимался не очень благодарной технической работой. Читал обращения. Во время поправок. В пятницу ввел. Читал поправки. Или когда такие длинные, да, марудная такая работа, то он... Но кому эта должность будет отдана все же, как вы думаете? Что кажется? Кому будет отдана эта должность? То есть слуга народа решает. Вот кто получит? Какая фракция парламента получит возможность делегировать своего представителя? Это оппозиционность. Это же надо дочекаться от этого. А кто у нас? Ну, хіба, что голос? Ну, и Батьківщина. Ну, давайте мы зараз добьемся вперед. Будет перше заседание. Будет оголошено про створение коалиції. Потом будет переходить в оппозицию. Быть в оппозиции, это тоже не так просто. Это певная ответственность. Это фактически противоставить себя популярному президенту. Я думаю, что не все сразу с первого дня оголосить про свою оппозиционность. Потому что президент популярный. И сказать, что ты оппозиционный до президента, который все еще популярный, это не очень вдячно. Поэтому не все оголосить про оппозиционность. Поэтому, я думаю, что... Была уже одна политическая села, которая пошла в радикальную оппозицию до президента. И, возможно... Ну, цей крок не показал свою эффективность. Ну, кто максимально радикально может пойти в оппозицию? Ну, Олег Ляшко и... До речи, слушайте, я его... Майже одразу на наступный день помню. В нього, взагалі, какая-то кармічная помилка видалась. Потому что Ляшко був той, хто не голосував за закон про вибори Зеленського, який зниживав барьер до 3%. Не голосував, агитував проти, кричав на трибуні, що це олігархічна змова. Якби цей закон проголосували, він би зараз був фракцией в парламенті. І він набрав 4%. Навіть краще, ніж я думав, до речі. І якби він проголосував, він був в політичній партії на найближчі 5 років в парламенті. А він кричав проти, пролетів постпарламент. І, до речі, Блок Порошенко мав би в два рази більше депутатів теж, якби прийняли той закон. Він скасовав мажоритарку. Колеги подсказують, Ірина Геращенко на робочій підгруппі з питанням ведення комітетів з'явила, я як представник опозиції жорстко виступила проти рішення «Слуги народу» і так далі. Ну, як представник опозиції. Все ж в «Європейській солідарності» себе вважають опозицією. Я думаю, що «Європейська солідарність» буде безумовно в опозиції. І для них, скажімо, головний опонент, чи не опонент, а якби ворог… Конкурент. Конкурент – це буде голос. Тобто не «Слуга народу», звичайно, тому що їм нема що ділити. А головний конкурент – це той, з ким ти щось ділиш, це голос. Тому вони будуть радикалізуватися. І це вже буде певний такий тролінг чи певний такий пас до Вакарчука і голосу. А ви що? Що ж ви? Ми ж в опозиції. До речі, а що голос, Сергію? Чому зменшилася активність цієї політичної сили? І це буде для них ділема для голосу. Принаймні, в медійному просторі. Где Вакарчук? Я не знаю. Я знаю, що в них були якісь навчання, вони бачили фотографії постали. Я думаю, що в них є осмислення себе, тому що в них найменша фракція, правильно? Так. І це зовсім не те, на що розраховувалося. Партія хороших людей, багато хороших людей не на це розраховувала. Це на певний час аналізувати помилки. Можливо, взагалі тут, ну, скажімо так, потрапити в ситуацію, коли від тебе нічого не залежить, а амбіції були дуже високі, це дуже неприємно. Так. Ну, не знаю, я бачив в Фейсбук афіши з концертами Вакарчука десь, як в Україні, так і за її пределами. Має право, це закон дозволяє. Так, як тому, що може лише случитися так, що вновь Вакарчук і другий свій поход в парламент закінчити раніше, ніж навіть він сам хотів би? Цього треба в нього запитати. Чесно, я не знаю, тому що, скажімо так, концерти він за закону має право проводити. Концерти – це, так, за скобками, питання морально-етичного простору, можливо. Ні, я не взагалі, а в чому проблема, слухайте? Ні, я ж кажу, хтось вважає нічого страшного, а хтось скаже, ну, слухай, ти пішов на державну службу, ти ж сказав, що хочеш присватити себе всього змінам в країні. Депутат – це не державна служба. Це не державна служба за законом. Це виборна посада. І закон спеціально наділяє депутатів можливості суміщення. Я був журналістом, паралельно вів програми, так само, ну, слухайте, можна теж претенджити. Добре, йдеш в політику і казав про необхідність проведення серйозних змін в країні. А в тебе першого вересня у Львові концерт, потім десь в Білорусі, потім… Ну, слава Богу, ну, і що? Зараз часом у нас слово гостейше, ніж закон чи… А, і пісня теж, так, думає? Пісня в слові теж дуже. Ну, класно. Я проблем з цим не бачу. Більше того, нагадаю, що Павлій, коли була депутатом від партії районів, вона теж давала концерти, і ніхто до неї таких питань не ставить. Ну, і зараз теж буде давати в Україні скоро. Вона ж не була депутатом, зараз не буде, а теж була депутатом, тому не треба. Тут за законом він має право. Головне, щоб гонорари… Причому в мене Павлій вспоминається, я не знаю. Так однаковий, я ж не против. Неважливо. Головне, я буду давати концерти, слава Богу. Головне, щоб за гонорари платили податки, щоб ці гроші офіційно йшли у бюджет, щоб все було по-чесному. Перше. Тому що це ж більше не можна бути ФОПом, розумієте? Тепер гонорар має бути офіційно переказаний виконавцю на його розрахунковий рахунок. Через ФОП вже не можна отримувати. Много у нас телефонних звонків. Тому і чекайте, ви щось про голос мене не питали, ми так відхилили. А що спитав ще? Ну про активність? Активність. Я не знаю, чому зараз час осмислення почнуться політичний процес. Я думаю, що дуже цікавий буде, до речі, процес, що частина «Слуги народу» може бути ідеологічно і ментально ближче до голосу, ніж до інших своїх соратників «Слуги народу». Ви є там така частина? Ё ще принято назвати, нічого личного, там какая-то связана с грантовыми організаціями, проамериканська частина. А все це штампи, я не знаю, откуда ви взяли штампи? Ну я, ну слушайте, чого штампи? Ви говорили, що я грантаєт, соросята і т.д. Я от Сураса в последній раз, коли це було при царі Горохі, знаєте, і т.д. Я такого не говорю. Поэтому, нет, это штампи, нельзя заниматься таким, ну, как бы, упрощенням, це нехорошо. Ну а це як оціночне суждення, помните, ви говорили? Ну да, ну я… Не очень приятно, правда? Я вам опонирую, я говорю, нет, це не правда. Я согласен, я к тому, що вот такі оціночні суждення, с ними… Нужно аккуратні, а не злоупотребляти. Вот к чому я ввел. Ну, посмотрим. Не исключено, що і так случиться в парламенті з фракцією «Слуга народу», що які-то, які-то отдельні представители… І сьогодні вже хтось відказався від мандата, да, із команди «Слуга народу», я видел заголовок. Я не знаю більше. Да, хтось відказався і случилась замена в списці. А, а так були вибори в окрозі ще одні рази. Да, нет, ну о списці речі, о списці речі. Хорошо, багато звонків, Сергій? А у нас менше 10 минут до конца. Давайте пообщаемся з людьми. Не можемо щасити, я готов. А? Можемо далі продовжувати. Нет, я з удовольствием тоже, но, к сожалению, тут, как в парламенті, тоже регламент имеет место быть. Добрый вечер, здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы к нам дозвонились? Давайте познакомимся и поговорим. Да, вітаю, меня звуть Віктор. Дуже приємно, пане Віктор. Ну, по-перше, щодо вице-спікера не погоджуюсь, що від неї мало залежить. Віце-спікер зобов'язаний знати всі плани роботи Верховної Ради. Тобто, якщо це буде до прикладу представник платформи «За життя», то, відповідно, він своїм 43 колегам буде доповідати. Вони, як кажуть, будуть все озброєні і це їм буде давати переваги на рахунок, порівнюючи з іншими колегами з інших фракцій. Це перший момент. Другий. Щодо опозиції, то тут документальне підтвердження, що вони опозиція є тільки в опозиційній платформі «За життя». Ви, як юристи, прекрасно розумієте. Тим більше так, як Медведчук і Рабінович, нові депутати, які обрані в чергове, то так, як вони критикують нову владу і, в тому числі, і Зеленського. Пане Вікторе, ви з запитанням ще до нас, бо регламент, у нас тут не так багато часу. Це якраз і у тому, що заключається питання. Чи погоджується ви з цим твердженням? І друге, дуже коротко, я не погоджуюся, що рейтинг не буде падати, тому що є червоні лінії. Якщо дійсно те, що говорить Богдан, права рука Зеленського, що він, можливо, навіть об'явить війну, що є непосередні журналісти, а це дуже велика стива. Так, приймається. Пане Вікторе, дякую, на жаль. Щоб ми з усіма нашими глядачами встигли поспілкуватися. Кратко, Сергій, согласны ли ви з цими двома утвержденнями насчет оппозиції і віцеспікера? Я думаю, що при бажанні спікер і його заступник Розумков Стефанчук можуть тримати в секреті багато речей від заступника, якщо він буде, скажімо так, не діяти з ними синхронно. Тому в нас були приклади, коли Томенко був віцеспікером при певному такому ворожому ставленні двох віцеспікерів до нього, спікера і першого зала. Дуже мало прикладів, коли з посади віцеспікера вдавалося якусь інтригу прокрутити так, щоб Медведчук це зробив, будучи першим віцеспікером, коли усували Ткаченка. В 2000 році, пам'ятаєте, в українському домі зібралася Враговна Рада під керівництвом Медведчука як першого віцеспікера і переобрали спікера тоді. Але з посади звичайного, ну, одним словом, я не думав, що ця посада варта того часу, як ми його обговорили. Хорошо, давайте ще один звонок приймем тогда. Добрый вечір. Здравствуйте. Добрый вечір. Добрый вечір. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Меня зовут Альбина, я із Полтавы. Очень приємно. У меня такой вопрос. Как относиться Сергей Олещенко к Медведчуку? Вот его личные отношения. Ну, извините, такой вопрос. И второй вопрос. Можно ли считать партию за життя второй? Если она по количеству заняла примерно третье-четвертое место, так как разница между ней и Батьківщиной небольшая, а сухого народу намного больше. Спасибо, Альбина. Спасибо. Я так понял, что мы все не любим Медведчука и конкурируем за то, кто больше его не любит. Вы с Альбиной? Во всяком случае уж точно. С Медведчуком у меня длительный конфликт. И я, когда он, Бабина Порошенко, стал вдруг из ниоткуда олигархом, об этом очень подробно и в ваших эфирах рассказывал, как ему помогал Порошенко получить ту значительную роль на рынке энергоносителей, дизеля, газа для автомобилей при Порошенко благодаря Порошенко и телеканалу и так дальше. У меня с Медведчуком суд идет. Мы судимся уже третий год скоро. Он при всяких ухищрениях и попытках нечестно этот суд выиграть предпринимал. Поменяли судью в этом деле. Конфликт продолжается. У нас с ним длительный мировоззренческий конфликт. Кстати, вот эти четыре фракции, которые остались вне власти, я кратко спрошу, потом еще один звонок примем. А они могут в какую-то конфигурацию объединиться? Не обязательно публично и прямо? Не, ну может быть ситуативно. Ситуативно может быть это. Под конкретное какое-то там решение. Но, смотрите, у нас вообще мало какие решения принимаются 150 голосами. Ну, создание следственной комиссии 150 голосов пока. Поэтому, может быть, они смогут объединиться. Отставку, да, кажется, можно инициировать тоже 150 голосов. Там министр, например. Там генпрокурора, например. Генпрокурора. Да, собрать подписи за отставку генпрокурора 150 подписок. Ну вот, может быть, в таких форматах. Просто, ну, я уверен, что наши телезрители сталкивались и в интернет с заголовками, там, сродни олигархи, сговорились против Коломойского. И там какие-то фамилии. Вот такие конспирологические теории, они же тоже предлагаются к общему вниманию. Не, ну, смотрите, Медведчук, например, у него хорошие отношения с Порошенко. У него были хорошие отношения с Тимошенко. Ну, вот, как бы, он может там, они могут договариваться. Порошенко с Тимошенко, я не исключаю, что они тоже могут договориться. Там у Вакарчука сложнее, потому что у него такие достаточно зубатые депутаты. Да, Вакарчук субъект будет этих переговоров или другие фамилии? Наряду с тем выше озвученными нужно... Ну, в парламенте Вакарчук, да. Просто, опять же, мы должны понимать, что мы сейчас будем жить в реалиях, в которых мы никогда не живем. Ну, если концерт, как ты можешь вести, какого-то рода этот... Так концерт же будет в выходной день, в нерабочее время. Ну, слушайте, более того, на концерт нужно приехать за несколько дней, потом отойти от концерта. На концерты приходят лидеры фракции, приходят на эти концерты тоже. Популярные, он среди политиков популярный. А, думаете, в Минск полетят в Белоруссию, да, на концерт лидеры фракции к Вакарчуку? Где? Ну, в Белоруссии там, кажется, концерт. Я не знаю. Смотрите, вы лучше меня знаете. Я не знаю, может, я тоже ошибаюсь, но я видел афиши. В интернете их распространяют, явно не сторонники Вакарчука. Так, может, это фотошоп? Ну, мне подказывают 20 вересня Минск. Кажут коллеги, что 20 вересня все же будет там концерт. Так, это доброе, что украинская песня будет... И в пятницу, а не в воскресенье, Сергей. Так, может, это не сессийная пятница. Это будет пятница, або работа с выборцами. Вы кажется, в адвокатскую деятельность ходите в Сергею? Нет, просто я не хочу... А депутатской? Нет, смотрите. Мне, я скажу так, мне удалось, что вы трошки упереджені до Вакарчука. Я с Вакарчуком рік уже не бачився. Я до него в партії не просився, мандат не отримывал от него и так далее. Але мне кажется, что тут нужно отверто дивиться. Наприклад, если співак в неробочий час поедет с концертом в Беларусь, с украинской песней, это доброе. Так же будет, например, Медведчук в неробочий час, но он будет лететь в Москву до своего кума Путіна. Это набегаще и более небезопасно, чем мы с вами в эфиру обговорили, что Вакарчук будет с Минхеном на здоровье, нехай співает. Если любые дии любого политика или народного депутата не противоречить украинскому законодавству, то максимум мы можем тут мать субъективную думку и ставление до этого. Давайте еще один короткий дзвенок. До речи, Медведчук, его не позбавили права прямых перелетов до Росии? Это интересное вопрос. Это право он мав от СБУ, от Порошенко безпосреднего. Мы можем провести журналистские расследования. Летать напрямую. Ну, побачим, если будет продолжать. Он, напевно, влитку летает на Сардиню и в Монте-Карло, а не в Москву. Это не знаю. Добрый вечер, привет вас. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Наталья, я из Киева. Очень приятно. Алло, вы меня хорошо? Прекрасно слышим вас. Да, мне такой вопрос. Вот разговор был о том, что Бужанский обидел журналистку. Но ведь она его сама спровоцировала. Поэтому в данной ситуации я не могу быть все цел на стороне этой журналистки. Но не этот вопрос меня больше всего волнует. Меня больше всего волнует другой вопрос. Есть у нас такой врач, который себя ассоциирует с врачом по фамилии Ивасюк. Слышал ли кто-либо, как он оскорбляет нашего президента, как он называет открыто, не понимая, что такое врачебная этика, открыто называют его наркоманом, проидиотом, что ему нужно уехать из страны и прочее, прочее. И мы все молчим. До каких пор, до таких слов, нужно привлечь к уголовной ответственности этого же Ивасюка? Я сама врач. Спасибо. Вы имеете в виду, если я правильно понимаю, Наталья. И не только он. Я с Натальей не согласен. Который сказал, что потому пожар был в Париже, что там был Зеленский. И продолжают их приглашать на две абсолютно каналы. Возмущена. Страшно возмущена. А действительно, почему такое происходит? Почему мы не защищаем своего президента? Я так понимаю, что вы на увазе имеете Валерия Ивасюка. Я, честно говоря, не знаю, про что идет, но, слушайте, это цена демократии. Влада – это определенные ограничения и тягарь тоже. Первое. Если ты публичная особа, то ты стаешь предметом всезагального интереса и тебя могут ображать. Садить в тюрьму за образу не можно. Это демократичные нормы. Они действуют в демократических странах. За это заборонено кратить. Если что касается, что журналистка спровокировала, я с этой тезой не согласен. Журналистка на те, и журналистка, чтобы провокировать. Мы про это сегодня говорили. Один вопрос на самом деле. Незалежно от того. Для ваших прихильников и не только. Что планирует Сергей Лещенко? Это вопрос мы оставим на наступный эфир. Ну, так вы еще не визначили. Это вопрос, так, еще не готовы мы. Ну, доброе. Это будет интрига для нашей наступной встречи. Был в Рады. Сергей Лещенко был гостем программы «Час с сыгранным Артиросианом сегодня». До завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова